Памятную табличку открыли глава городского округа и супруга Евгения Николаевича Балицкого. На мероприятие также присутствовала его дочь, которая учится в 22-м лицее. Теперь он смотрит на нас с прямым немигающим взглядом и трудно поверить, что все именно так. Буквально пару лет назад Евгений Балицкий был героем наших сюжетов, а сегодня в День разведчика в его честь установили мемориальную табличку на здании 22-го лицея, выпускником которого он является. Евгений Николаевич в округе фигура известная своей военной карьерой. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за отличие в воинской службе и другими наградами в том числе правительства Республики Афганистан. Ветеран спецназа ГРУ, участник войны в Афгане Евгений Балицкий всегда был примером для подрастающего поколения. Евгений Николаевич сделал много для нашего Воскресенска и после завершения службы он продолжил свою работу, он начал воспитывать нашу молодежь, прививать им патриотические чувства. Свои профессиональные навыки он передавал нашему подрастающему поколению. Вечная память, спасибо ему за то, что он сделал и успел сделать для нас. Огромное спасибо администрации города, Совету депутатов за то, что вы предоставляете такую возможность нашему ветеранам боевых действий Евгению Николаевичу, уникальничать свою память для детей, для военно-патриотического воспитания. Настоящее братское сердце. Большое вам спасибо. Особое внимание Евгений Николаевич уделял военно-патриотическому воспитанию молодежи, проводил для них специальные учебно-тренировочные сборы, руководил центром патриотического направления «Аквариум». Когда я пришла в «Аквариум», мне было всего 9 лет, и я вообще ничего не умела. Но за 7 дней в лагере Евгений Николаевич научил меня всему, чему знал. И эти знания я до сих пор использую. Он наделял внимание каждому. И я очень рада, что знала этого человека и успела с ним поговорить. Проучились мы в нашей школе с Женей с 75-го года по 85-й год. 10 лет в одном классе, 6 лет за одной партой. Ну вот так вот. О Жене могу сказать только одно, что был открытый, добрый, веселый и очень надежный парень. Когда человека вспоминаешь, он всегда будет рядом. Он будет жив в нашей памяти, в наших сердцах. Он много работал и с допризывниками, и даже с так называемыми сложными подростками. Проводил для них специальные учебно-тренировочные сборы. Его не стало всего год назад. Он скончался после тяжелой болезни. Однако память о нем сохранится в наших сердцах. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов. Новости Искровект. Продолжение следует...